Варгейм Русс. Солдатики, история и мобилизм. Варгейм Русс. Здравствуйте! В этом фильме поговорим про бой греков с русскими, которое произошло в лабиринте. Два боя в чистом поле русские проиграли с результатом по убитым 1 к 3. Мы решили провести подготовленное сражение и навязать грекам бой в невыгодных для них условиях. Для отражения набега греков был выбран крупнейший город Руси, Зайцев город. В нем было 330 воинов. Русские войска разделили на две части. Первая в составе 128 бойцов вышла в полевое сражение, став по фронту на 90 см. На реконструкции боя не хватает 20 воинов, которые в будущие годы получили другие доспехи, и они, если их выставить на этой реконструкции, сильно бы портили колорит построения. Так что держите в голове, что не хватает русским еще одного отряда, кстати, не самых слабых бойцов. Поскольку войска Зайца отлично зарекомендовали себя в уличных боях, мы построили лабиринт. Он состоял из пластмассового конструктора зеленого и красного цвета. По правилам игр, перелазить или подлазить под перегородки было нельзя, они считались непреодолимой стеной. Вы видите реконструкцию лабиринта. К счастью, мы сделали его зарисовку сразу после боя, в далеком 1994 году. Поэтому это точная копия. Было два ложных хода и один основной, который вел в казне города. В одном месте основного хода была сделана узина. Назвали ее фермопилы. Но, думаю, пояснять не стоит, почему. В лабиринте заняло оборону 162 бойца. За одним из поворотов оборону заняла пехота, так называемых генуэзов. Чуть поодаль от них стоял их второй отряд. Про этих бойцов мы говорили в прошлых фильмах. Все отряды стоят так, чтобы атаковать из-за угла. Противник будет вынужден прорываться, подставляя бока под множественные удары. Но, опять же, мы соблюдали баланс боя. Проходы в лабиринте не были чересчур узкими или непреодолимыми. В бою мы болели за русских. Мы понимали, что полевая армия проиграет. Поэтому были подготовлены три засадных резерва. Планировалось применить их, когда противник будет к этому наименьшим образом подготовлен. Засады стояли в таких местах, что если бы мы вели бой с кем-то еще, то обязательно проверили бы эти точки в первую очередь до того, как вводить войска в лабиринт. Но посмотрим, что из-за этого вышло в реальном бою. Связь с теми, кто был в лабиринте, резервные отряды поддерживали через дыру в стене. В резервах были лучшие воины, которых было порядка сорока бойцов. Ну а теперь силы греков. Первая волна атакующих состояла из татар. Их пришло на бой 117 пластмассовых воинов. Их усиливал татарский отряд из тринадцати воинов в доспехах. За ними шла греческая пехота в количестве 78 воинов и 15 всадников. Противники стали сближаться. Начался жестокий рукопашный бой. Сражается пехота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Татарская коньца вступила в бой. Жестокая рубка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правильный фланг русский был ограничен моделькой машины Волга. По ним можно было ходить, чем воспользовались татары. В полевой бой русские проиграли. Оставшиеся в живых побежали в лабиринт. В лабиринте был только один вход. Забежав в лабиринт, русские стали сражаться с преследующими их татарами. Причинив им потери, они отошли в глубину ходов лабиринта. Вводить снова в лабиринт пластмассовую пехоту мы не стали. Вели бой все же честно. В лабиринт пошли 13 пластилиновых татар и греческая пехота. Греческая пехота вливалась в улочки, как бурный поток. Поначалу сопротивления не было. Это была такая задумка. Силой греков предполагалось втянуть в лабиринт, а потом атаковать тех, кто туда не смог войти силами русских засад. И вот греки напоролись на первый очаг сопротивления. Предполагалось, что генуэзцы причинят большие потери врагу. Но воины в доспехах и с мечами оказались очень эффективными в борьбе с ними. Они сумели взломать эту и следующую линию обороны. Остановить греков не получалось. Войска греков, не вошедшие в лабиринт, состояли из 15 татар и греческих конниц, тоже из 15 воинов. Они начали разведку и поиск других входов в укрепление русских. Для этого они разделили силы и стали обходить лабиринт с двух сторон. Русские вышли из засады. Татары попали в окружение, были довольно легко перебиты. А вот с греками пришлось повозиться. Победа досталась дорого. Около 22 русских погибло. Опять же напомню, что греки не были столь бронированы, как показано на этой реконструкции. Ухода в лабиринт русские приготовили грекам ловушку. Они спрятались в трупах. В лабиринт пошло 6 наиболее быстроногих войнов. Они должны были атаковать греков, завязать бой и выманить часть греков из узких ходов. Предполагалось, выбежавший из лабиринта греческий отряд взять в окружение. Дойдя до хвоста колонны, греков русские увидели, что тыл у врага открыт, и атаковали их. Греки с трудом могли развернуться. Таким образом, был убит 11 воинов, а русские не потеряли никого. За смельчаками погнался отряд афинян и вместе с их командиром. 15 греков вышли из лабиринта. Русские стояли чуть в стороне от входа. Построившись в две шеренги, греки пошли в атаку. Завязалась рукопашная. Как только у греков оголились фланги, спрятанные в тропах воин атаковали их. Зажатые с трех сторон, греки отчаянно отбивались. Русским удалось их уничтожить, но в живых осталось только трое бойцов. Греки в лабиринте планомерно прорубались сквозь отряды неприятеля. Несмотря на все ухищрения, русские проиграли. Выжило шестеро греков. Статистика битвы была такова, что 330 русских смогли убить 217 солдат противника. И вроде бы это лучше, чем потери один к трем, которые были в предыдущих боях. Но если взять потери по этапам битвы, то результат будет смотреться несколько иначе. В полевом бою русские потеряли 128 человек. Сюда же входят и те, кто погиб у входа в лабиринт при отступлении. Татары потеряли 102 бойца. Считая и тех, кто погиб, пытавшись войти в лабиринт, а там потери у татар были 2 к 1, если не хуже. А если убрать этот форс-мажор, то грубо 120 убито у русских и 87 у татар. Скажем так, на 25% потери у русских выше, чем у татар. Бой русского резерва с греками дал, конечно, более оптимистичный результат. 40 погибших русских и 56 греков и татар. Но этот результат был достигнут только благодаря атакам из засад или поражения врагов, зажатых в узких улочках. Какие же были потери в лабиринте? На улочках лабиринта греки потеряли 46 воинов в бою и 13 воинов доспешных татар. Итог. 59 убитых. Русские потеряли 162. По сути, на сотню больше. Практически на одного, два с половиной. И это при том, что бой шел в крайне выгодных для русских условиях. Зайцев город состоял из самых лучших воинов на Руси. Итог битвы был неутешительным для русских. Из этих битв будут сделаны соответствующие выводы, и это позволит лучше подготовить русские войска к большой войне. Для войск антирусской коалиции был вынесен из этого боя соответствующий урок. Бойцы из отряда татар в количестве 13 человек показали себя прекрасными бойцами для прорыва обороны противника, засевшего в узких городских улицах. Было принято решение выделить этот отряд из состава татар. По сути, был возрожден Тевтонский орден. Но это новое формирование стало называться просто «рыцарский орден» или «отряд». Мы решили ее пополнить бойцами. В состав этого отряда перешли часть германцев, которые тогда держали нейтралитет и не подчинялись грекам. Отряд достиг численности примерно в 30 бойцов и был в вассальной зависимости от греков. Шли месяцы и в греческой коалиции возникли раздоры. Это привело к большим битвам, о которых мы поговорим в следующих фильмах. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Wargame Rus. Солдатики. История. Моделизм. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова